Добрый вечер, мои хорошие! Начинаю продолжение, часть вторую. Прошлое видео у нас закончилось на том, что я зашпатлевала все дырочки. Стена рыхлая, стена плохая, целая банка шпатлевки у меня туда ушла. И, в общем, она уже и закончилась, шпатлевка. Но, по крайней мере, хватило. Замазала все щели, все дырки, все. В общем, сейчас уже прошло какое-то время, шпатлевка подсохла. Я сейчас возьму шкурочку. Шкурочка. И немножечко так просто выровняю, чуть-чуть где-то, ну, мазала где-то, может быть, где-то что-то там неровно. Немножко сейчас пошкурю, полики протру. И что? И можно будет, в принципе, уже загрунтовать стены, можно будет сегодня. Посмотрим тоже, насколько у меня хватит сил, потому что я сегодня с утра шуршу и, в общем, перекусила там слегка и продолжаю все это делать. Но, если хватит сил, я сегодня покрашу тогда верхнюю часть. Там у меня доска, железная труба проходит. В общем, деревянные металлические вещи я покрашу краской Престиж Эмаль. Вот эта красочка я вам показывала в прошлый раз. Она сохнет один час, совершенно никакого запаха нету. Полуглянцевая эмаль для дерева и металла. Как раз вот то, что нужно. Вот этой краской покрашу дерево металл. А потом уже, ну это уже завтра я валиком пройдусь и покрашу вот эти стены. В общем, все буду красить в белый цвет, чтобы все было беленькое и чистенькое. В общем, девочки, вот это я покрашу в белую краску, в эмаль. А вот это такой краска универсальная. И немножко, чуть-чуть пошкую. Все, девочки, я пошкурила, начинаю грунтовать. Дело движется, дело движется потихоньку. Все, девочки, я загрунтовала. И, кстати говоря, я вспомнила. Вообще здесь никто никогда не грунтовал. В 1972 году у нас построено здание. И у нас в те годы еще не было, по-моему, грунтовки. Я не знаю, здесь штукатурили. Видимо, вообще какая-то песочная стена. Может быть, они тогда цемента пожалели. Больше песка сделали. В общем, она какая-то рыхлая, вся сыпется. Но грунтовка, я думаю, что все это сгладит. В общем, короче говоря, видите, сколько мне пришлось тут замазывать, намазывать. Много всего. Вот. Ну, в принципе, у меня... Я могу уже начать красить вот эту вот... Вот эту стену. Не стену, этот. Это ДСП вообще не облицованное. Просто белой краской эмалью покрасить. И вот это тоже эмалью покрасить. Вот эти деревянные металлические изделия могу сегодня уже покрасить. Пока эта грунтовка будет сохнуть. Все, девочки, покрасила я белой краской. Короче говоря, все теперь стало белее, чище. Ну, вот эту вот трубу надо будет еще разочек пройтись, покрасить, помазать. Ну, и также я покрасила плентуса, потому что я потом положу линолеум. И чтобы никаких там уже красных плентусов не было. Все. Вот тут изнутри тоже все беленьким покрасила. Ну, в общем, видите, какие... Тут не то, чтобы щели. Это не щели, это вообще просто такую деревяшку поставили. Ну, не хочу я никакую здесь дверь делать. Нормальный, в общем, будет шкаф у меня. Красоту, чистоту наведу. И все за навесочкой завешу. И все будет прекрасно, отлично. Все, пошла я монтировать видео для вас. Фух, девочки. Я, наконец-то, смонтировала вам видео. Ой, как здорово. Провозилась, правда, часа два. Ну, ничего. Сейчас пока что 9 часов вечера без 10. Я узнала, что сын с дочкой, они там резину поменяли. Потом он зашел к ней, там сделал, подвесил, что хотел, шуруповерт забрал. Значит, я завтра, надеюсь, он придет ко мне и протянет струну. И, в общем, сделает, прикрутит мне то, что мне нужно. Поэтому я сейчас покрашу стены в шкафу. Ну, по крайней мере, один раз покрашу валиком. Вот. И потом посмотрим. Ну, ну, может быть, лягу отдыхать. Завтра второй раз. А может быть, и сегодня. Что-то я так чувствую. У меня второе дыхание открылось. А что я сегодня ела? Вот это сын, когда пришел, мы с ним бутербродики поели. И все. Утром овсянку ела. На обед у меня были бутерброды. Я еще не ужинала, девочки. Ну, может быть, поужинаю. Один раз покрашу стены. Хочется быстрее так уже закончить, что аж даже кушать не хочется. Представляете, я целый день пью кофе. Ну, кофе-заменитель уже. Вернее, не заменитель кофе, а этот без кофеина, который. Так что, ну, в любом случае, пока у меня вот это вот все в голове, вот это вот все предвкушение, быстрее все увидеть белым-белым и красивым, чистым, что у меня и аппетита нет, и сна никакого нет. Так что засучиваем рукава и продолжаем наш ремонт. Девочки, конец уже близок. И это не дает мне никакого покоя. Представляете, какая бессонница у меня будет сегодня, если я вот это не покрашу. Это же будет безобразие форменное, да? Так что надо красить. Так, что-то валик у меня не хочет крутиться. Зайдем, идем, все. Мы его заставим сейчас. Я чувствую, что сено придется красить даже, может быть, и не два раза, а может быть, даже три раза. Потому что она вообще была не крашеная ни разу. Ладно, покрашу, покажу потом. Включу сейчас стирик. Шкафчик мой становится все краше и краше. Уже двумя слоями покрасила, но еще надо будет еще один слой покрасить, и будет тогда все чики-пуки. Все, девочки, покрасила я три слоя. Красота беленькая, все теперь мне нравится. Все, ну, теперь уже утром я посмотрю, как следует. Может быть, там, если капелька где-то надо будет подмазать, я подмажу. Сейчас, насколько я вижу, все вроде бы нормально. Время без пятнадцати одиннадцать вечера. А проснулась я сегодня без пятнадцати семь. И, в общем, все это время сколько? Пятнадцать часов, получается, да, работала? Обалдеть! Видео мое еще продолжает выводиться. Ну, ладно, пойду пока покушаю. Доброе утро, девочки мои. Проснулась с полседьмого. У меня уже восемь часов сын пришел. И, в общем, мы уже с ним тут ваяем. Но вот для полочек я решила вот такие уголки подвесить. Я их потом покрашу белой краской. Но я их взяла почему-то четыре, хотя две полки собираюсь прикручивать. Вот эта левая стена, она гипсолитовая. А правая стена, мы начали ее пробовать сверлить. А она, видно, кирпичная. Сын пошел сейчас в магазин, купит сюда сверло подходящее. И вот эти вот чопики, которые туда вставляются. И доберет еще четыре уголка. Так, что дальше? Дальше я расстелила на полу сейчас линолеум, чтобы он выпрямился. Отрежу необходимый размер. Линолеум вы увидите какой. Такой обыкновенный, недорогой взяла. Вот, линолеум поселится в шкаф. Что мы с сыном еще сделали? Сын повесил мне струну, прикрутил. И вот там под потолком у меня будет струна. Вот, на три метра, как раз до шкафа. Ну, в общем, на струну уже можно будет повесить занавесочки. Чем я тут занимаюсь с утра, пока у меня сын там ваял, шуршал. Я уже нарезала салатик, селедочку и у меня варится картошечка. И будем завтракать скоро. Все, сынуля с магазина пришел и мы решились здесь позавтракать. Я сделала пюрешечку, селедочку, салатик нарезала. В общем, такой у нас будет вкусный завтрак. Сын у меня не очень любит сниматься, поэтому я его снимать больше не буду. Показала и все. Ну, не знаю, не все камеру любят. Всем приятного аппетита. Да, приятного аппетита. Ой, классно. Линолеум постелили, девочки. Для полочек уже крючки эти подвесили. Осталось полочки заказать. Я занавесочки повесила. А что дома творится? Сын только ушел, но мы там привинчивали, там прикручивали. И тут такой хаос у меня. Сейчас тут уборки предстоит мне. Ну, я тогда уберу все, вам покажу, как потом станет красиво. Все, девочки, я убрала, прибрала. Красота, занавесочки повесила. Чистота, ляпота. Ну, покажу я вам все. Везде прибралась. Вот этот коврик в кухне постелила. В общем, чистенько кругом, чистенько кругом. Все классно. Что-то где-то по мелочи еще нужно будет там наводить порядок. Еще где-то какой-то блеск наводить. Но это все уже по мелочи. Пока у меня там в углу нету мебели, я пока там журнальный столик поставила. Тумбочку сюда передвинула. Вот мой уголочек рабочий, мой угол. Ну, в общем, классно. Классненько, чистенько. Все. Просто ужас, как здорово. Я прям кайфую. На сегодня я все уже закончила. Классно, здорово. Девочки, хочу ответить сразу на один вопрос. Часто задаваемый. Почему именно занавески? Почему не вот эти вот, как они называются, гармошка, дверь сюда? А кто-то говорит, разбить вообще антресоль и этот шкаф. И полезная там площадь, полезное место. Во-первых, мне нужна кладовка. Это, во-первых, почему я не ставлю сюда двери или сюда какие-то двери? Потому что, девочки, я иногда демонстрирую одежду. Вы видели, у меня Василёк я демонстрировала, да? И мне нужен фон. Мне нужен фон, на фоне которого я могла бы вот это все показывать. Вот прекрасно я придумала себе фон. Светленький, теперь не розовый. И теперь я могу Вам показать, как у меня все на мне сидит. Понимаете, в чем дело? Я не люблю никакие двери. Я люблю, чтобы тихонечко занавесочка отодвинулась и все. Вот тут оно отодвинется и все. В шкафу прям чистота. Все беленькое, классно. Вообще там хоть жить можно. Ну, полочки еще я закажу, поставлю полочки. И тогда Вам покажу, наверное, что там будет, как это выглядеть. Но, в принципе, там ничего особенного не будет. Вот. Поэтому мне нужны были занавески. Поэтому мне нужна была струна. Светленькие занавесочки. Хороший фон. И вот раз их задвинул, отодвинул. Очень быстро, легко и просто. Ну, а теперь мы посмотрим, как это выглядит с этой стороны. Вы знаете, что я люблю сидеть, болтать вот именно в этом уголочке. И вот эту шторку я закрываю обычно, ну, чтобы комната не была видна. И в то же время, чтобы отблеск, ну, свет не падал от окна. Вот. Ну и сейчас, смотрите, светленький фон. Ну, в общем, теперь я на светлом фоне. И мне очень нравится. Очень даже симпатично выглядит. Вот, девочки, вышло сегодня видео. Там, где я начала вот этот ремонт шкафа. Скоро я закончу это видео. Для того, чтобы Вы уже видели продолжение этого ремонта. Ну, в принципе, особо сегодня я не снимала. Потому что мы сегодня работали с сыном. Огромное большое спасибо сыну. Он мне так здорово помог. Он мне натянул струну. Подвесил вот эти вот ушки, которые для полок. Полки стелить. Положу сверху и все. Решила там не заморачиваться особо. Помог линолеум постелить. Ну, Вы видели, линолеум я постелила там в кладовке. В общем, теперь она чистенькая, аккуратненькая. Все прям красиво. Вот. Помог мне еще мойка. Там у меня немножко шаталось. Там помог. Там еще кое-что где помог. Что-то где-то прибить. Что-то где-то подкрутить, завертеть. В общем, все. Молодец. Он мне сегодня посвятил. Прямо полдня до обеда сегодня он у меня трудился. Спасибо ему огромное. Вот. Ну, потому что человек в отпуск пошел. Когда он не в отпуске, конечно, у него работа. И с утра до вечера, до позднего. И когда он выходной, ему надо и с семьей провести время. И свои, как бы, дела домашние сделать. Но, тем не менее, вот он очень здорово мне с этим ремонтом помог. В общем, всю грязную работу я завершила, девочки. У меня на этот ремонт кладовки ушло столько же материала, краски и шпатлевки, столько же ушло, сколько на комнату. Я вам показывала, баночка шпатлевки ушла вся, я всю вымазала в этот шкаф. Я покупала две банки краски. И у меня вот в одной совсем чуть-чуть осталось, и в другой чуть-чуть осталось. Потому что я три слоя красила, все по три слоя. Ну, и тем не менее, в общем, материала не жалко. Ну, просто удивительно, что маленький шкаф забрал столько же материала, сколько и вся комната. Вот. Ну, в общем, самое главное, ремонт сделан. При том, что вот это две краски и шпатлевка. Там еще кисточку, то, что я покупала, вам показывала. Да, уголочки вот эти вот. У меня, я на это потратила там 800 с копейками рублей. В общем, это все недорого стоит, все нормально. Краска отличная, она быстро сохнет. И она не воняет совершенно. Крась сколько хочешь. И можно вот покрасила, через час можно уже там второй слой красить. В общем, все прекрасно. Все быстро сохнет, и шпатлевка, и все. Шпатлевка вообще, она не быстро сохнет, как алебастра. То, что делали раньше алебастры, вот она там кусками повыпадала, прям камнями выпадала все. Поэтому даже у меня остатки алебастра лежала, выбросила все. Современные материалы строительные, они просто классные. И замазывать вот этой шпатлевкой очень, очень в одно удовольствие. Просто в удовольствие. Она не засыхает вот так быстро, не берется. Она легко очень намазывается, наносится. И тем не менее, она не сохнет сутками. Ну, то есть она, если там не глубокие, как бы особо дыры там, ну, даже максимум там, по-моему, два часа максимум, а минимум 30 минут сохнет. Ну, в общем, довольно-таки быстро все это, в общем, в один день. Сильно долго не ждала. Ну, это все я, конечно, вчера повозилась здорово. Но, тем не менее, я все закончила, слава Богу. И уже сегодня мы уже окончательно все закончили. Вот. Ну, и что теперь? Ну, теперь у меня остается уже где-то, может быть, что-то, я если увижу, там где-то чуть-чуть, может быть, подмазать. Вот это чуть-чуть красочки осталось. Я еще посмотрю. Основной хлам я повыбрасывала. Но кое-что у меня еще осталось там в диване, что-то еще где-то осталось. То, что у меня под вопросом. Отдать или выбросить? То есть такой вопрос. Отдать или выбросить? Мне нужно еще кое-кого поспрашивать, кому нужно, кому не нужно. Ну, кое-что я уже решила все равно выбросить. В общем, в любом случае, работы у меня всегда найдется в доме. Я скучать не буду. Еще есть углы, куда можно позалазить. В общем, я вам показала все вот это безобразие, что у меня творилось. Ну, во всяком случае, слава Богу, что я теперь там порядочек навела. И теперь все чистенько, аккуратненько. Вы увидели, какие были полы. Полы доски, между ними щели. Доски неровные. Поэтому в любом случае, вот кто мне советовал убрать ковролин и постелить там, например, линолеум. Не получится, девочки. Потому что нужно сначала это все выравнивать. Выравнивать нужно это плиты, как они называются, ДВП. ДВП, вот такие огромные плиты. Это как прессованный такой, как картон. И твердые такие плиты, но они ровные. Ну, это, в общем, это очень целое дело. При том, что ковролин, он под стенкой. Стенку поставили на ковролин, поэтому там никак. Стенку я убирать не буду. Она меня устраивает, она мне нравится, функцию свою выполняет. Шкафчики работают. Она еще послужит пока. Кто считает, что стенка громоздкая? Хочу вам сказать, девочки, наоборот. Вот все из соседей, кто ко мне заходит, говорят, у тебя вроде такая же площадь, как и у нас. А почему-то у тебя комната просторнее. Я говорю, потому что, во-первых, у меня стенка стоит, она глубиной меньше, чем стандартная. Если брать, вот скажем, шкафы шифонерные, да, они идут глубиной 60. У меня шкафы глубиной 50. А те, которые мелкие шкафы, ну-ка, внизу тумба, допустим, а сверху шкаф идет мелкий. Там вообще 40 у меня глубина. То есть он сам по себе меньше шкаф в глубину. Он более компактный. И, ну, он светлый. Светлая мебель, она дает больше пространства, чем темная мебель. Вот. Ну, а у соседей, у кого я заходила, смотрела, у многих стоят темная мебель. И она стоит стандартных размеров. И действительно занимает, если поставить шифонер, у меня раньше стоял обычный шифонер трехстворчатый, темный. Мне казалось, он занимает вот ровно четверть комнаты. Ужас. И я тогда от него избавилась. И вот нашла вот такую стеночку, поставила. И она мне устраивает вполне очень. Она вместительная, очень много туда вмещается. Вот. Ну, а кладовка в любом случае мне нужна, потому что, девочки, в кладовке, если вот у вас нету, скажем, частного дома, сарая или кладовки отдельной, все равно где-то нужно пылесос хранить, где-то какие-то коробки, там, ну, что-то нужное. Там, тем более, вот, допустим, кто-то пишет, зачем вам лишние подушки, одеяло, покрывало. Девочки, покрывало нужны, потому что я снимаю, мне нужно иногда менять интерьер. Поэтому я иногда одно покрывало постелю, другое покрывало. Ну, как-то так меняю. Что касается подушек, у меня подушек лишних нету. Ну, я три подушки выбросила уже. Две синтепоновые и одну просто старую выбросила. И у меня осталось две подушки новые, на которых я сплю, и две запасные подушки. Это если вот на тот случай, если вдруг кто-то все-таки ночевать останется, даже кто-то из внуков, просто надувной матрас, и у меня, допустим, две подушки есть. Или под спину подложить, например, буду где-то там сидеть на диване. Под спину я люблю подушки тоже ставить. Ну, в общем, короче говоря, четыре подушки достаточно, и все на этом. Ну, а вообще, девчата, спасибо вам большое за советы, которые вы мне даете. Я, конечно, человек, ну, как сказать, неглупый и взрослый уже, и у меня своя голова на плечах есть. Я, конечно, советы слушаю. Если какой-то дельный совет, я беру его на заметочку. Ну, в любом случае, я все равно поступаю так, как мне удобно, потому что мне отсюда виднее. Ну, и потом мне же этим всем пользоваться, и я поступаю, как мне удобно. Ну, что касается, например, занавески, а не гармошка дверь, например. Или кладовку убрать и использовать это как полезную площадь. Правда, я не знаю, насколько полезная площадь. Вот, кстати говоря, я же вам раньше не показывала эту кладовку, а теперь вот делала ремонт и, в общем, показала вам, что у меня там было, и почему это все как бы закрывалось, не показывалось. У нас некоторые люди просто заделали там, вот с комнаты заделали просто кирпичом, стену заложили, со стороны туалета стену разбили, поставили туда ванную. Там, собственно говоря, площадь метр на 70, то есть небольшую ванну поставить туда можно. Но мне ванная не нужна, я ей пользоваться не буду. То есть у меня сколько раз была возможность использовать ванну, если я находилась там у дочки, например, в квартире. Никогда я ее не использую, купаться привыкла под душем, все. Поэтому я не хочу площадь эту занимать ванной ненужной, да, для меня. А вот кладовка нужна, потому что действительно есть много вещей, которые, ну, не одежды, а вот много других каких-то, знаете, домашняя утварь, так сказать. Ее же нужно тоже где-то хранить. Поэтому вот я сейчас еще сделаю две полочки. У меня раньше там была одна полка, и потом там лежало все. Но колеса хранила, девочки. Я вот как права получила, как машину первую купила в 13-м году. И вот у меня все время, у меня хранились колеса. Они менялись, но у меня уже долгое время там часть кладовки занимали колеса. Теперь, слава богу, колес у меня уже не будет. Дочка колеса будет отдавать на хранение. И все. Теперь я могу уже в полной мере использовать этот шкаф свой. Я очень этим довольна, очень рада. Девочки, смотрите, за окном сейчас вылезло солнышко, и занавеска стала светиться, как фосфорная, да, интересно такая. Почитала я сейчас ваши комментарии, и что я хочу сказать. Мне очень приятно, что я многих людей вдохновила на уборку. Но вы знаете, весна, да, действительно, она вот как-то так действует. Просто все обновляется, все расцветает, все как бы вот рождается новое, да. И хочется тоже что-то обновиться как-то, да. И поэтому хочется вот что-то старое выбросить, что-то новое, может быть, приобрести, чем-то порадовать себя. Ну, и в то же время вот эта и чистота, и как бы вот, чтобы легче дышалось, да, вот хочется как-то избавиться от ненужных вещей. Ну, вот меня как-то весна вдохновила в большей степени. Я собиралась вообще летом делать ремонт, я же вам говорила. А потом, когда вот так вот весна начала, вот эти потепления, там что-то уже зелененькое вылазит, травочки, муравочки. И у меня какой-то вот такой, знаете, прям прилив сил, прилив энергии и вдохновение появилось, и захотелось что-то делать. Вот зимой я в зимней спячке, как медведь, в каком-то нахожусь в таком состоянии непонятном. Вот. Ну и что я хотела сказать? Я хочу вас, девочки, вдохновить, я хочу вас поддержать. И если кто-то уже начал делать ремонт, кто-то планирует вот уже его начать, перебирать вещи, выбросить хлам, я хочу вас в этом поддержать. Действительно, девочки, избавляйтесь от старья, потому что пока старье храним, мы новое не приобретаем, да. И бывает, годами лежат какие-то вот вещи, какие-то предметы, вот вроде бы казалось, ну пусть полежит пока, может пригодиться. Но если оно за несколько лет не пригодилось, то можно уже выбрасывать это дело смело, и все. И еще я вам хочу сказать, что вот как я поняла для себя, что чем искать кого-то, ну вот если из близких родственников никому не нужно, допустим, там или близких соседей кому не нужно что-то, то, наверное, лучше все-таки выбросить и забыть. Потому что на помойке тоже там люди живут, и кто-то там вот у нас постоянно в жбанах кто-то лазит, кто-то там что-то выбирает, собирает. Кому нужно и на помойке найдут. А кому не нужно, то и не нужно. Значит, выбрасывайте смело и все. Знаешь, выбросил и забыл. Вот это проще, чем... Оно опять лежит. У меня сколько таких вещей лежало долго, потому что я думала, что вроде бы кому-то бы надо бы отдать. И оно продолжало храниться. А сейчас я сказала всем, все, кому что надо, забирайте или на мусорку все. Из моего дома вот так вот, на выход. Вперед и на выход. Поэтому, девочки, хочу вас вдохновить, хочу поддержать. Делайте ремонт смело и пишите комментарии, как, что у вас там получается. Кто уже, может быть, сделал ремонт. Материалы, в принципе, если не делать какой-то глобальный ремонт, вот я вам показала возможность сделать вариант недорого, но в то же время чистенько, красивенько, аккуратненько, и глаз радуется, и приятно. Конечно, у кого есть деньги, у кого есть большая площадь, там можно евроремонт замутить, что-то такое сделать. Но многие из вас смотрят, например, канал моей дочки, когда человек просто в нулевую квартиру въехал, и вот как она там что делает. И то она старается делать как бы там бюджетный вариант, как бы, да, там, ну и тем не менее бюджетный вариант, это в смысле, вот стены она белой краской покрасила и всё. Но тут уже как бы ещё и мысли в том, что маленький ребёнок, он может взять там, нарисовать фломастером, там, ручкой, мелом на стене. Если это будет обои, то будет жалко, если будут дорогие обои, да. А если это краска, там, можно смыть, допустим, тряпочкой, можно закрасить и так далее, где там что припачкалось, или где-то что-то сверлили, пока что всё время какие-то перемены делаются, где-то что-то приходится, может, сверлить и всё. Проще это всё замазать, красочкой закрасить и всё как новенькое. Это всё, конечно, вариантик. И этот вариантик, вот видите, я применила в шкафу и мне очень нравится. Вот, ну всё, девочки, заболтала я вас опять, а то мне там уже кое-кто пишет, хватит болтать, меньше болтайте, больше делайте, да. Но кому-то, я знаю, нравится моя болталка, кому-то приятно со мной пообщаться, кто-то пишет, даже у вас очень короткие влоги, снимайте больше. Но, девочки, больше я снимать не могу. Стараюсь снимать не больше получаса, чтобы у меня были видео, потому что долго приходится монтировать. И тяжело мне, и по времени это долго получается. Поэтому, ну, мне как-то больше нравятся вот такие компактные видосы. Лучше я их буду делать компактными, выпускать через день, чем я буду одно видео на час делать и монтировать его несколько дней. Поэтому я хочу с вами сейчас попрощаться, потому что я заслужила отдых, заслуженный отдых. Я сейчас хочу уже просто это видео закончить, завалиться на диван, вкусняшку каком-нибудь съесть, включить какой-нибудь там фильм, посмотреть телек. Просто сегодня уже хочу отдыхать, вообще ничего не делать больше. И до завтрашнего дня отдыхать. А завтра будет новый день, новые мысли, новые идеи, новые дела. И что я буду дальше делать, уже узнаете в следующем видео. А на этом я с вами прощаюсь. Всех люблю, обнимаю, поддерживаю. И до новых встреч, мои хорошие. Пишите комментарии. Мне очень приятно, я все комментарии читаю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok